Хей-хей, друзья! С вами Стив Про, и сегодня вместе с вами мы пройдём в хоррор-карту в Майнкрафте Покс Эдишн. Сразу скажу, что мне её посоветовал один знакомый ВКонтакте. Что ж, друзья, что творится с курочкой, я даже не знаю, но откуда-то, чёрт возьми, появился паучок. Так, надеюсь, атаковать у нас не будет, потому что он отвлекается на этих кроватях. Собственно, что же. Во-первых, нужно сложить все вещи, а паук меня довольно сильно насерегает. Паук, что тебе надо? Друзья, в собственно, на тапличках написан весь сюжет. То есть, как бы мы хозяин, мы не можем найти выход, но нам придётся это сделать. И как бы за нами конится монстр. Да, это глава вторая. Где-то была и первая, но я начал проходить сразу вторую главу, потому что автор этой карты мне дал только вторую главу. Ладно. Собственно, могу сказать, что на табличках написано, что как бы в папке карты есть папка музык, но я её не нашёл. То есть, друзья, такой папки пока что нет. Возможно, это связано с тем, что это первая демка, как сообщил автор, и, возможно, в будущем всё будет добавлено. Поэтому карту трудить, судить строго мы не будем, потому что она будет потихонечку дорабатываться. И респект автору. Ну и посмотрим, друзья, что представляет собой эта карта. Так, почему ты теперь нападаешь? Так, я просто думаю, переходите ли её на мирном или переходите её на сложном. Потому что пока ничего ещё не понятно. Да, по идее всё должно быть написано в начале, но, возможно, мы узнаем это ближе к середине этой карты. Как это бывает у многих авторов. Ну что же, друзья, собственно, в сундуке у нас, к сожалению, ничего нет. Ну, а все лишние вещи ко мне вернулись. Ну ладно, тогда нам придётся подниматься по этой лестнице, и я вижу там какой-то домик. Так, нужно найти вход. Ладно, отлично, мы найдём этот вход. И что же, что же. Так, мне кажется, падать мне здесь не надо. Так, что это у нас? Автор, надеюсь, ты это уберёшь и вообще изменишь. А, голова вторая, друзья. А, собственно, я так понимаю, мы находимся в домике. И что ж. Да, сюжет вы можете читать, можете не читать. Ну, а могу сказать, что на второй этаж у нас есть даже лесенка. Отлично. Ну, собственно, как и мне сказал автор, и как я говорю вам, друзья, карту судить строго мы не будем, потому что это первая демка. Возможно, автор даже сильно торопился. Поэтому много багов здесь осталось. Ну, ладно, обращать на это внимание мы не будем. Хотя, если будут очень серьёзные, очень серьёзные, и опять я повторюсь, ещё очень серьёзные ошибки, то на это мы обратим внимание. Пока что мне просто не нравится то, что раскиданы какие-то блоки непонятные. Ну, друзья, к примеру, лёд с... Я не знаю, как это называется. Ну, зомби... Так, собственно, что же, найти вход. Ну, зомби, давай, умирай, умирай. Почему-то на тебя не действуют мои откидывания. Ладно, сейчас он уже умрёт. И, собственно, мне очень интересно, включать ли мне мирную, или мне оставаться на нормальной. Да, сейчас у меня, вроде, включена нормальная сложность. Ну, ладно. Найдём вход. Вот, кстати, этот вход. И что же? Что нас здесь ожидает? Пока никакой таблички я больше не вижу. Там бегают зомби с золотым шлемом. Кто-то меня бьёт. Так, скелет, убивать меня не надо. Ладно, друзья. Включим... Включим мирную, потому что я не могу. Если нас сейчас убьют, это будет просто... Просто полный фейл. Ну, собственно, друзья, что хочу сказать? Появление нового команд, а теперь на прохождение карт мы можем вставить спаунпоинт. То есть, если, например, мы проходим паркур, мы можем вставить спаунпоинт и умереть там, где мы думаем можем умереть, друзья. То есть, это очень классно. Спасибо большое моржонку. И, собственно, могу сказать, что сейчас уйдёт миникон. Точнее, он уже закончился. И много-много новостей нас ожидает в будущем, потому что в общем, на октябре будет обновление, которое добавляет поддержку Адену, без всяких модов. То есть, друзья, мод Пи будет расширен, он будет останавливаться без всяких сторонних программ. То есть, даже в скором времени блок лаунчер нам не понадобится. И это будет просто замечательно. Ладно, собственно, на это мы будем надеяться. Я не знаю, зачем здесь стоит эта кнопочка. Автор этой карты, возможно, сейчас смотрит это видео. И давай потихонечку справляемся с баги, которые мы сейчас находим с нашими подписчиками. Так, бегает корова. Она, опять же, просто так, наверное, сюда попала. Я вижу, опять же, какое-то сооружение непонятное для меня. И это всё можно было бы сделать довольно красивым. И, возможно, это всё будет использоваться в сюжете. Ну ладно, друзья. Будем надеяться, что автор это сделает всё более красивым. И что же, я могу сказать, чтобы он мог это всё как бы сделать в виде оформления. Ладно, ладно, я не знаю, что я уже говорю. Просто ставим вот эти кнопочки. Я не знаю, мне кажется, я читерю, но где стоит кнопка? Должен был ли я ломать нижнюю каменную кнопку? Мне неизвестно. Соответственно, мы проходим немножко дальше. И могу сказать, что карта немного удивляет. Но удивление не так уж много, чтобы прям радоваться. И пока никакого хоррора я не заметил. Так, нам предлагают сломать дверь. И в начале карты нам сообщили, не ломайте блоки, вещи, пока вам не было сказано. То есть, если вам сказано сломать, к примеру, дверь или блок, то ломайте. Но если вам не сказано, то ни в коем случае этого не делайте. И этот баг, то что мы в открытом двери, таблички, и мы вздыхаемся, и меня очень бесит. И, кстати, друзья, как понимаете, манжонг работает на выходных. Поэтому обновления не могут выпасть в любой момент. Но такое вряд ли будет. Потому что она выйдет 18 октября. Я знаю, что это довольно долго. И, кстати, после моего дня рождения это пройдёт около 5 дней. То есть, будет манжонг, и после 5 дней только выйдет обновление. И, как понимаете, это очень долго. Так, собственно... Сюжет немного непонятный. Начало меня очень удивляет, почему автор этой карты не удалил блоки. Но я не буду следить строго. Я вообще не буду следить автора, потому что это первая бетка. К сожалению, в картинах у нас никакого секретного входа или прохода вообще нет. Да, автор, ты меня удивил. Но я не знаю, куда туда можно двигаться. Собственно, я не заметил многих дверей. Кстати, вот эту дверь я тоже не заметил. Они так хорошо сливаются с этой водой. Точнее, вода сливает эти двери. Их просто незаметно. И, собственно, вот эту дверь я тоже не видел. Так, а что у нас здесь? Опять же, пустой сундук. Зачем так много пустых сундуков, я не пойму. Возможно, у них что-то должно быть. Ну, а пока что у них ничего нет. Да, друзья, и вправду здесь ещё есть один вход. А могу сказать, что под картинами всё пусто. Просто большая пустота. Хотя, я ожидал, там будет проходный... Секретный проход. Но, друзья, я заметил ещё одну дверьку. Которая просто сливается с этим фоном. И этим колоритом, друзья. Опять же, пустой сундучок. Я не знаю, зачем автор этой карты положил так много пустых сундуков. Возможно, они как-то будут в будущем использоваться. Ну, а пока что они просто стоят и ничего не делают. Так, я помню там дверьку. И, кстати, здесь есть обходной путь. Так, ладно, давайте попытаемся её открыть. У нас как бы есть кнопочка. Эй, что же нас ожидает впереди. Ух ты, я упал. И, друзья, я так понимаю, выбраться или залезть обратно я не смогу. Но, собственно, карта наполовину интересная, наполовину она скучна. Но пройти вы можете её, скачав через описание данного видео ролика. Ну, а на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok